В столичном метро или на улицах курортного Сочи навряд ли можно встретить молодого человека с журналом или газетой в руках. На сегодняшнем совещании полиграфистов как раз и говорили о том, заменил ли планшет или смартфон газету и что ждет дальше газетный бизнес. Помимо того, что произошел отток аудитории в интернет, еще и выросли почтовые тарифы, установленные 1 апреля. Это, отмечают все участники совещания, существенная проблема для издательских домов. Некоторые газеты, которые у нас печатаются, испытывают проблемы с подпиской. Поэтому, скажем так, те ежедневные газеты, которые были на сегодняшний день, они преобразуются в еженедельные. То есть мы теряем на сегодняшний день заказчика. На Кубани 1250 средств массовой информации. Половина из них газеты. Только в этом году в Краснодарском крае из-за роста цен на подписку они понесли убытки в размере 49 миллионов рублей. Губернатор дал поручение, и мы во втором полугодии 2014 года сумели удержать рост цен на подписку на газеты муниципальные и районные, и немного краевые. Краевые немножко подросли в цене. Но дело в том, что это единоразовая такая помощь, единоразовая акция. Ситуацию нужно менять в целом. И это проблема всех регионов России. Международная конференция по газетному производству была организована с целью консолидации внимания профессионального сообщества. Падают тиражи, а многие еженедельные газеты превращаются в аналитическую прессу в так называемые толстушки. Кроме того, это литературное слово. И это то, на чем выросли предыдущие поколения. И если вдруг мы это потеряем, это, конечно, не случится, но при существенном унишении еще неизвестно, как это скажется на культурном облике будущих поколений. Поэтому мы своей целью ставим разработку способов выхода из этой ситуации. Доклады, выступления, цифры, факты, комментарии. Собравшиеся обсуждали, как не потерять читателя. Предлагали новые форматы доставки информации, новые способы рекламы, новые форматы газет. Одним словом, нужны инновации. Мы уверены в том, что печать она всегда останется, потому что иначе цивилизация на электронных средствах массовой информации не продержится. И мы это уже видим по подрастающему поколению, которые не читать, не писать, не говорить на нормальном языке уже не могут. Поэтому наши проблемы лежат очень глубоко в образовании, в науке, в социальных сферах. Ученые доказывают, что чтение на бумаге развивает интеллект. Клетки мозга при этом, как спортсмены, тренируются. Во Франции, например, учебный год в школах начинается с недели прессы. О входе сочинской конференции будут обсуждаться и вопросы, подготовленные к парламентским слушаниям в Госдуме, которые назначены на ноябрь. Тема – текущее разрушение газетно-журнальной системы производства в России, угроза информационной безопасности общества. Елена Авсецна, Михаил Дубин, телекомпания ФКТ.